Меня зовут Денис, я основатель сервиса Дары Бар. Мы занимаемся поиском и заказом лекарств. И сегодня я приехал, вчера я приехал из прекрасного города Алматы в прекрасный город Астану, чтобы рассказать, как облачные технологии, а точнее облачные технологии компании VK Cloud помогли нам реализовать крутую фичу и в целом рассказать, как мы делали миграцию. Итак, наша миссия – это здоровье для каждого просто, быстро и доступно. Мы считаем, что человек не может быть истинно счастлив, если он не здоров. Поэтому мы стараемся как можно быстрее закрыть боль человека, и не только поиском и заказом лекарств, но и другими фичами, про которые я вам расскажу. Мы запустились в 2022 году и уже помогли десяткам тысяч людей с поиском и заказом лекарств. Итак, сейчас мы в трех городах – Алматы, Астана и Шимкент. У нас очень прямые интеграции с больше, чем 400 аптеками. Мы входим в топы App Store и Google Play в разделе Medical Free. У нас также есть умный поиск, который учитывает ошибки, синтаксические и семантические, и другие. Также у нас очень классная геолокационная идея. То есть мы показываем пользователю, какие аптеки находятся вокруг, и он может выбрать лучшее решение. Чтобы понять, как нам помог ВК Клауд, я вам кратко расскажу, как происходит CGM, какой апфлоу проходит пользователь в нашем приложении. Первое, что его встречает – это главный экран, на котором мы говорим, что мы работаем 24 на 7. Вы можете позвонить или написать нам на WhatsApp, и наш консультант сможет вас проконсультировать по аналогам или подсказать в ближайшей аптеке. Также, когда пользователь запускает поиск, ему открывается такой классный каталог, где он может выбрать по симптомам различные лекарства. И провалиться и выбрать нужные. Третий каталог – это мой любимый каталог, и я вам кратко расскажу, как появилась эта фича. Однажды моя девушка попросила меня найти лекарство от аллергии. И я такой, ну, круто, мы типа на этом специализируемся, сделали специальное приложение. И то лекарство, которое она попросила, было в дефиците. Его было очень трудно найти, и было всего лишь несколько аптек, вот, например, зеленые точки, в которых оно находилось. И не было рядом вокруг других аптек. Поэтому что я начал делать? Я начал заходить на аналоги лекарств и тоже добавлять их в корзинку, чтобы потом определить, где находятся, соответственно, хотя бы аналоги лекарств. И это было очень долго. И тогда мне родилась идея, и мы вместе с командой проработали уникальную фичу, которая есть только в нашем приложении. Реально ни у кого нет аналогов. Как это работает? Когда вы забиваете какое-то лекарство в корзинку и запускаете поиск, то мы показываем не только, где оно есть, вот, на зеленых точках, а мы показываем еще желтенькие точки. Это те точки, соответственно, где находятся прямые аналоги. То есть вы можете найти намного ближе аптеку, в которой есть то же самое лекарство с той же самой дозировкой. Таким образом, сильно сократив поиск нужного лекарства. Мы также стараемся не только сопроводить пользователя на этапе поиска и заказа лекарств. Мы также стараемся сделать так, чтобы пользователь эффективно применял лекарства. Ну, например, мы знаем, что очень важно вовремя пропить антибиотики. В то же самое назначенное время, а также не забыть их пропить и выпить. И в прошлом месяце мы залезли в бета-версии наш умный будильник лекарств, где вы можете после вашей покупки буквально в пару кликов назначить приемы. Например, два или три раза в день. То есть мы помогаем пользователю не только купить и заказать, но также сопроводить пользователя. Итак, как я узнал про гранд? Ну, про гранд я узнал из наших классных пабликов, да, айтишных. И вообще, мое касание, да, с компанией ВК еще было во времена моей молодости, когда вот эти вот мемы про техподдержку компании ВКонтакте расходились по интернету, и действительно компания ВКонтакте славилась своей поддержкой. Поэтому в целом про этот холдинг я уже знал и был более-менее лоялен к нему. Но что касается гранта, очень важно понять, насколько сложно или просто его получить, потому что грантов очень много, но некоторые получить сложно, некоторые легко. И я хочу рассказать, как я получил этот грант. Буквально в пятницу я узнал про него. Это вот тот самый QR-код, который ведущий рассказывал до этого. И я подал заявку, там буквально 3-4 поля заполнить. Через пару часов мне позвонил Юрий Дудкин, набрал меня. И я сразу пократко рассказал, в чем заключается суть проекта. И буквально в понедельник утром у нас был еще один созвон, где сказали, что все, грант одобрен, можете создавать аккаунт. То есть это было настолько просто. То есть я думаю, что вам достаточно какого-то MVP или очень классной идеи, чтобы получить грант на 10 миллионов тенге. Почему это важно? Потому что это важно не только для маленьких стартапов, но и в том числе для больших компаний. Вы как CTO можете проще защитить идею, переходить в облака или, например, даже развернуть какое-то деф-окружение, чтобы протестировать какую-то технологию, быстро что-то развернуть, попробовать новое облако, что там удобно делать, что там неудобно делать. И в целом уже связаться с техподдержкой, создать, например, какой-то фейковый кейс, чтобы понять, поддержка быстро работает или нет. И потом, чтобы вам было проще продавать. Ну а для маленьких компаний это вообще идеальные условия, нет каких-то формальных признаков, оборота, времени действия компании. Поэтому очень просто начать, а уже дальше, после окончания гранта, понять, стоит ли вам дальше, например, развиваться с этим обычным провайдером или нет. Но только то, что получение гранта не является основанием перехода любой компании на какое-то другое там, условно говоря, облако или миграции. Поэтому важно понять, какие еще есть качества, которые могут как-то выгодно отличать VK Cloud. Во-первых, VK Cloud, он обслуживает, то есть это известный холдинг, и он в первую очередь обслуживает не только решения других, условно говоря, партнеров, но и свои собственные сервисы, которые имеют многомиллионную нагрузку. И такой большой опыт есть у очень малого количества компаний. По факту вообще в Казахстане очень мало действительно зрелых решений, которые имеют такой очень большой опыт, такую большую техническую и другую команду, которая позволит вам быстро и надежно развернуться. Поэтому действительно надежное решение. Итак, после миграции вообще у нас, например, в основном органический трафик, и нам важно, чтобы сайт быстро работал. И после миграции у нас улучшился TBT, это time to first byte, и если вы развиваете свой сайт, то очень важно, чтобы у вас эти показатели были выше. Так мы улучшили этот показатель, благодаря тому, что сервера просто банально находились ближе к нашим клиентам и быстрее работали. То есть мы, не написав ни строчки кода, уже смогли улучшить перформанс приложения. Извиняюсь. Вот это первое, какой бенефит мы получили. Второе, у нас случилась интересная, забавная ситуация, то, что наш коллега, аналитик, уехал в Узбекистан и банально не мог подключиться к нашему VPN, и еще он постоянно просил себе Windows-машину для аналитики. И вот как раз-таки облачное решение позволяет в пару кликов, буквально за пару минут развернуть вам Windows-решение. И как бы ни казалось это странным, но иногда, во-первых, нужно Windows-решение, а во-вторых, немногие даже крупные провайдеры международные позволяют в пару кликов развернуть официальный лицензионный Windows-решение. Чаще всего это только возможность только из-за образа сделать. Вот VK Cloud это позволяет, и все работает, все летает. Второй важный момент. Часто, когда я общаюсь с разными стартаперами, или кто еще запускает новый продукт, они говорят о том, что, ну вот разработчики просто берут и работают с облаком, сами обслуживают, сами что-то разворачивают, и все, как правило, хорошо. Я сторонник другого подхода, что вам нужны специалисты, которые, соответственно, обслуживают облако. Это очень важно, чтобы они правильно сконфигурировали, чтобы у вас правильно работали миграции, чтобы у вас 24 на 7 был кто-то, кто хотя бы в это облако сможет зайти. Как правило, разработчики не особо хотят там водиться в 5 утра и смотреть, что там у них упало или что-то еще. Или нужно сильно бонусировать разработчиков, что это было. Или банально вам нужно больше разработчиков. Поэтому проще обратиться к компании и заутсорсить это. Точнее, даже больше заутстафить. И вот как раз-таки компания Core – это официальный партнер компании VK Cloud, которая помогла нам быстро мигрировать, быстро сделать это и очень качественно, самое важное. И что немаловажно, то что для стартапов это выходит дешевле, чем нанять собственных девопсов, которые бы это все мониторили. Просто потому, что у них есть смены, у них есть собственные скрипты, которые там плагины, там к Prometheus и ко всему другому, которые, если что, звонят и будят этих там разработчиков. Есть дежурные. Поэтому для больших компаний тоже это очень круто, да, иметь такие команды, да, для того, чтобы что-то быстро развернуть. Так и для стартапов это идеальное решение – сделать так, чтобы разработчики занимались только разработкой. И это тоже сильно ускоряет все. Я вам рекомендую компанию Core, и они ведут свой телеграм-канал. В нем уже много тысяч разных айтишников, специалистов. И это полезняшка. Можете сканировать QR-код и, соответственно, попасть в их телеграм-канал. Итак, как VK Cloud помог казахстанцам? Ну, во-первых, мы реально сэкономили, да, за счет гранта, и за счет этого мы наняли дополнительного человека, который разработал очень крутую фичу. У нас очень популярна также опция самовывоз. То есть мы доставляем лекарства с помощью наших партнеров, но также мы даем дополнительную пользу людям, то, что человек может предварительно что-то выбрать, заказать, этот товар ему возьмут, придержат, соответственно, в аптеке по определенной цене, и он сможет это заказать. Но иногда человек такой, а, нет, я хочу доставку. И вот в случае, если он выбрал не ту аптеку, то тогда ему наше приложение подсказывает, вот вверху, то есть три топовые другие аптеки с более выгодной ценой, и чаще всего нам выходит, что доставка выходит на 20 минут быстрее, и человек еще экономит в среднем 2000 тенге. Таким образом он может сэкономить как время, так и деньги. Соответственно, VECO Cloud нам помог эту фичу реализовать. Также переход на облако, безусловно, ускоряет релиз фичей, а еще в связке с компаниями, которые, например, который я приводил на предыдущем слайде, действительно позволяет ускорять разработку, меньше заботиться об инфраструктуре, поэтому вот эти вот, не то что мифы, мы развернем собственное железо, сейчас быстро там поднимем кубер, как правило, с этим бывает возня, поэтому лучше это все, условно говоря, дать профессионалам и заниматься только фичами, заниматься только разработкой. Спасибо за внимание, буду очень рад ответить на ваши вопросы. Вот человек слева, сам. Спасибо вам за доклад. Меня зовут Тимофей. Такой сначала уточняющий вопрос. Вы проводите платежи в своем приложении, да, за лекарства? То есть выступаете что-то в роли посредника. Верно я понимаю? Да, все верно. Тогда в связи с этим вопросом, так как лекарства являются очень таким остросоциальным продуктом, и есть, как вот в предыдущем обсуждении было, что есть такая остросоциальная тема по доставке каких-то социальных благ. Вопрос такой. Недавно был запущен пилот такого проекта, как социальный кошелек. Планируете ли вы интеграцию его для того, чтобы вот социально уязвимые слои населения могли приобретать лекарства как раз-таки при помощи вот субсидий государственных? Очень крутой вопрос, Тимофей. Я к своему стыду не слышал про этот социальный кошелек. Может быть какие-то отголоски, что-то знакомое. Я буду рад про это прочитать больше информации. Да. Давайте так. У вас было по сути три вопроса. Первый вопрос. Как мы принимаем платежи? Мы с точки зрения аптеки, мы агент. У нас даже нету своей лицензии. У нас нету своих складов. И все, что мы технически делаем как агент, это мы информацию о заказе передаем из точки А в точки Б. И даже аптека, она даже не имеет номера телефона. Она даже не знает. Она просто видит вот какие-то лекарства, а дальше принимает решение отдавать эти лекарства или не отдавать. И по факту подтвердить заказ или отказать. Вот. То есть мы агент. И то же самое касается и доставки, и то же самое касается и приема платежей. Действительно, лекарства – это, наверное, социальная очень отрасль. И нас отличает то, что мы стремимся к тому и по договору, и по другим вещам, чтобы цены были ровно такие же, как в аптеках. То есть чтобы они были не дороже. То есть мы за этим следим очень тщательно и стараемся, чтобы… Это связано в том числе и с тем, что государство тоже следит за ценами, их немножко ограничивает, да, особенно рецептурные. Поэтому нам очень важно делать правильные синхронизации. И интеграция в том числе социальным кошельком, я думаю, будет очень крутая идея. Я обязательно к вам подойду и пообщаюсь на эту тему. Спасибо за ваши, как бы, комментарии. Дай Бог, мы это сделаем. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Ага, вот, девушка. А сейчас в микрофон, чтобы вас все слышали хорошо. Здравствуйте, меня зовут Бивинор. У меня такой вопрос. Для всех ли лекарств требуется рецепт или есть какие-то ограничения по ним? Конечно, на самом деле доля лекарств как в денежном объеме, так и в общем объеме рецептурных очень большая. Да, и, ну, то есть рецепт, по поводу выпуска, наверное, вас спрашивают, да, то есть как происходит этот процесс, то есть аптека сама решает, выдать или нет. В случае рецептурных, то у нас есть опция самовывоза, и мы сразу человеку уже в интерфейсе приложения предупреждаем, что вам будет необходимый рецепт, да, чтобы человек это понимал. И государство, на самом деле, делает определенные шаги для этого. Оно внедрило QR-коды рецептурные. И я думаю, что нужно как можно больше приложений, как государственных, так и такие, как Daribar, чтобы вот эти QR-коды была некая платформа, через которую рецептурные препараты можно проще получать, чтобы пользователь легко идентифицировался, мог доказать, что это он, чтобы он мог заказать доставку, например, через QR-код, через QR-рецепт. Это очень будет крутая идея, но для этого нужны некие платформы, некий фундамент, некая цифровая среда, чтобы это все было быстрее внедрить. То есть если это просто внедрить, сказать, все теперь через QR-коды, но при этом не создать некой инфраструктуры, то это будет не так надежно и, скорее всего, вызовет большое сопротивление. Тенис, благодарю за выступление, очень интересно. Меня Адиль зовут. Вопрос такой, я, в принципе, очень онлайн человек и заказываю онлайн, но именно лекарство – это такой товар, который нельзя вернуть. И вот у лекарств, если истекающий срок, могут ли такое лекарство доставить, и как регулируется такой момент? Вот этот фактор меня сдерживает заказывать лекарства онлайн. Очень классный вопрос, Адиль, да? Адиль, респект. Очень крутой вопрос. На самом деле, да, значит, смотрите, вот проникновение фармы онлайн, оно сейчас самое низкое. Люди действительно не покупают, ну, очень часто лекарства онлайн. Это, во-первых, и вопрос доверия, а во-вторых, вопрос привычки. То есть то же самое произошло и с футехом. Вдруг доля онлайна больше за счет ковида, в общем, мотивировало людей заказывать онлайн, да? Вот. И то же самое мы хотим сделать. Мы хотим сделать так, чтобы через нас было и удобно, и выгодно заказывать одновременно. И для этого мы строим соответствующую платформу. Мы уже сделали синхронизацию больше, чем с 15 различными CRM-системами, аптечными ERP-системами. И будем стараться вот этот опыт весь сделать лучше. Потому что я сам сталкиваюсь с тем, что мне удобнее иногда с рецептом, да, вот бумажным, написанным этим ручкой, да, просто вот прийти в ближайшую аптеку и все. Хотя доля аптек очень низкая, концентрация аптек низкая. Например, в Украине в три раза выше. Ну, то есть концентрация, да, аптек. А у нас она не такая высокая. Поэтому вот как раз-таки доставка и выбор ближайшей аптеки, да, чтобы в одну потопать, а в другую не пойти. Мы хотим эту проблему решить и заранее знать, по какой цене вы возьмете лекарство, что оно хорошего качества, что у него верный срок годности в том числе. Если, мы очень следим за тем, чтобы срок годности был верен, если аптекарь вдруг осознает, что вот этот вот товар уже подходит срок годности или наоборот прошел, то фармацевт обязан по договору сообщить нам, мы, соответственно, делаем соответствующий пуш-нотификацию, что срок истек мы можем либо отменить, либо переоформить в другую аптеку. Это наш операционный вопрос, это наша операционная боль, и мы будем это еще больше цифровизировать, делать различные инструменты, и как для аптекарей, так и для себя, чтобы этот процесс еще улучшить. Другая очень классная фича, она касается дорогих лекарств, у которых подходит срок годности. И мы хотим делать так, чтобы аптека могла этот товар реализовать по очень выгодной цене. И мы эту фичу берем в ближайшие родмапы, чтобы реализовать. Поэтому очень классный вопрос, Адиль. Это действительно актуально в сроке годности лекарств. Спасибо за ваш вопрос. А вот рука, последний ряд. Здравствуйте, меня зовут Мадьяр. Вы говорили о том, что на самом деле содержать свою команду DevOps или свои сервера – это невыгодно. Но мне интересно, каковы ваши дальнейшие планы расширения. То есть вы собираетесь всегда оставаться в облаках или все-таки думаете о том, как купить собственный сервер или нанять собственную команду, расшириться? Спасибо за вопрос. Да, ну то есть это обусловлено больше тем, что иногда выгоднее довериться. Во-первых, это вопрос доверия другой компании, тем более содержать инфраструктуру. То есть это как минимум доступ к коду исходному. Но чаще всего для нас лично приоритетом является скорость разработки, выкатки фич. И вот для этого связка, условно говоря, взять профессиональных DevOps, которые настроят дополнительные мониторинги, всегда смогут зайти в консоль, что-то там написать в саппорт. И на другом конце – это скорость разработки. Вот для нас приоритет – скорость разработки. И я думаю, что большая конкуренция в облачных технологиях будет приводить к большей конкуренции, в том числе и ценовой. Количество данных будет еще больше расти. Поэтому свои сервера, менять в них жесткие диски, и искать людей, которые это будут делать – это операционно сложно. Ну, по крайней мере, для нас. Я думаю, это вопрос для больших, больше компаний. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо.